Девушки отдыхают Друзья, сегодня вновь с вами канал Я и Мой Хвост, я его автор, ведущий и образовательная программа от системы магазинов Планеты Зоу. Сегодня в нашей программе я расскажу вам о игрушках. Итак, друзья, сегодня я вам представлю ряд игрушек, которых я просто не могу вам не сказать. И чередоваться будут представления этих игрушек с сюжетами о том, как правильно их использовать, как правильно играть. Поехали! Итак, друзья, мы имеем с вами перетяжку, подобрали в магазине перетяжку. Что мы можем делать с этой перетяжкой? Посмотрите, у меня немецкая овчарка, то есть челюсть крупной у собаки, поэтому перетяжку я взял с большим кольцом. И вот здесь есть такая пластмассовая ручка, что мне будет очень даже удобно. Самое главное, когда вы играете с собачкой в перетяжку, здесь, если только формируются ваши взаимоотношения иерархические, то есть как бы вы не являетесь еще стопроцентным вожаком, то вы должны всегда побеждать в этой игре. В противном случае я вам не рекомендую играть перетяжку вообще, потому что у собаки может сформироваться игровая агрессия, и она будет чувствовать себя победителем всегда. Также перетяжку можно использовать как опортируемый предмет. Ну, например, берете, вон собачка сидит уже в ожидании, бросаем, играем в собачке перетяжки. И в конце, в конце игры, в конце игры предмет всегда должен оставаться у вас. То есть посмотрите мою передачу, как научить собачку команде. Дай! Будет ссылочка. И вот сейчас я вам продемонстрирую. Дай! Молодец! Харачивай! Ай, молодец! Вот она перетяжка! Дай! Молодец! Харачивай! Немаловажный момент такой. При помощи любого опортируемого предмета, мячика, перетяжки, вы можете научить собаку не бояться снега. То есть обычно не любят собачки заходить в снег, где уже глубоко. Но у служебных собак необходимость есть такая. Они должны не бояться ничего. Ни снега, ни петард, ни так далее. То есть перетяжку разыгрываете собачку и на пике игры бросаете ее в глубокий снег. Вот как это сейчас делаю я. Вот собачка побежала. Молодец! Хорошо нашел. Ну и соответственно мы потрями ее игрой. Итак, друзья, в связи с новогодними праздниками у нас, нашим друзьям в планету Зол поступило огромное количество игрушек всевозможных, ассортимент вообще. Ну просто о некоторых из них я просто не могу вам не рассказать. Давайте начнем вот с таких предметов, как перетяжки. Здесь они представлены в различных видах. То есть вот такие перетяжечки, вот такие перетяжечки, вот такие вот пищащие перетяжечки, вот такие вот искалечек. Я не стал брать большие здесь, для того, чтобы не загромождать стол. Еще один момент, как вы можете использовать перетяжку, это как несовместимое поведение. Есть такое понятие психологии, то есть собака, когда тащит что-то в зубах, ей уже тяжело будет подбирать что-то. Поэтому используйте это. Собачка никогда не выкинет у вас ни перетяжку, ни мячик, ни палочку, никакую апортируемый предмет. Она будет всегда идти, ей будет интересно. И соответственно подбирать она уже ничего у вас на улице не будет. Вот примерно так это выглядит. Поэтому я рекомендую вам использовать эти предметы, эти игрушки, также в обучающих целях. Вот смотрите, собачка как заинтересованная идет. Я ей даже не командую рядом, она идет рядом сама по себе, потому что как бы когда предмет в зубах у нее находится, она как бы выполняет какую-то работу, выполняет какую-то задачу и уже становится более такая ответственная, я бы сказал. Используйте это, ребята. Следующий вид игрушек, который актуален для наших питомцев, для наших домашних собачек, это мячики всевозможные, пищащие, не пищащие, с шипиками для того, чтобы массировать десны. Все тут есть. Тоже посмотрите, что можно сделать посредством вот таких вот мячиков. И хочу добавить, что вот эти игрушки сделаны из специального, скажем так, материала, который прошел все сертификации, тесты, то есть он абсолютно безвредный для вашего животного. В чем смысл заключается этих игрушек? То есть когда собака начинает играть, это же не маленький ребенок, она начинает грызть и проглатывать эти кусочки. То есть здесь этот пластик, эта резина, она абсолютно безопасна. Потом, что я еще могу сказать, что все это сделано из резины, из пластика низкой плотности. То есть когда собачка, например, начинает пропусывать вот такой вот мячик, он подпрыгивает, нужно воду ему бросить, то подкачивать его не надо будет. Ну я говорю конкретно про этот мячик, этот конечно же нет. Так, друзья, для того, чтобы научить собаку носить вам мячик и ловить мячик, нужно поступать следующим образом. Ак-бар! Вот у нас игрушка, у нас любимая игрушка. Все собаки любят носить аппартированный предмет. Для того, чтобы научить ловить мячик зубами, что мы делаем? Смотрите. Сядь. Мы бросаем мячик и не даем ему поднимать с пола. Ну, этот уже ловит хорошо. Поэтому вы, допустим, вы бросили мячик, да? Собака пытается поднять его с пола, вы не даете. Опять поднимаете, опять. Когда собачка у вас разыгралась, у вас раз 10-15 эта процедура получилась, что мы делаем следующим образом? Для того, чтобы научить собаку находить мячик, вот как наркотики учат носить, я вам сейчас примерно скажу, собака ищет не наркотики, она ищет свою игрушку. То есть запах мы уже хорошо знаем этого мячика, мы его уже пожевали, побросали. И теперь, иди сюда, сядь. Сядь. Малогабаритный у нас квартир. Ищи. То есть сначала прячем, куда ты понес его? Сначала прячем мячик не так далеко, прячем где-нибудь рядышком, чтобы у него была возможность стоять. И Агбар, иди сюда, сядь. Садись. Садись. Теперь я уношу. Постепенно, постепенно мы удаляем этот предмет дальше, 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 дальше. Собачка его, сначала она будет искать его ушами. Потом уже, в дальнейшем, она будет искать его носом. А сначала он будет прислушиваться. Но самое главное, чтобы собачка не видела, куда вы уносите. То есть я вообще в другую комнату сейчас уношу. Он сидит здесь у вас перед камерой. Все, поиск пошел. Квартира небольшая, думаю, найдет очень быстро. Ай, браво, молодец, ай, браво. Ай, браво, моя собака, браво, молодец. То есть вот вам играю в мячик в домашних условиях. Причем, посмотрите, этот мячик такой с пупорчатыми. Для щенков он еще будет стимулировать, так сказать, кровообращение в ротовой полости. И убегает сразу. Не давайте собачке уносить, ребята. За ней вы бегать не должны. То есть, если собачка у вас взяла мячик и убежала куда-то, не обращайте внимания. Он ему надоест, и он потом принесет вам его обязательно. Но вы за предметом не должны бегать. Если, конечно, только вы его не поймаете и не отберете. А так вот, если убежал, не обращайте внимания. Он к вам придет, еще и предложит. И вот, когда он к вам придет и предложит этот мячик, сразу не соглашайтесь на игру. Это должно быть ваше решение. Сидеть. Сейчас я для того, чтобы даже отбить у него... Сядь, сядь. Для того, чтобы у него отбить запах... Я даже запихал в ботинок старый, чтобы запахи эти перемешались. А может, он не найдет вещи. Вот так вот на таможне наркотики ищет. Я дал вам ссылочку, посмотрите. Ай, молодец, браво! Ай, браво, молодец! Садись. Следующий вид, значит, как бы игрушек. Я бы, знаете, порекомендовал бы всем. То есть, вот можно использовать в качестве перетяжки, да? А можно в качестве какой-то жевательной игрушки. То есть, использовать вот такая вот штука. Интересная. Резиновая игрушка Дези. Отличный подарок активному питомцу. Вот чем хорошо то, что вот здесь вот есть вот эти вот веревочные всяческие вставочки. Так же, как и на перетяжках. Они хороши тем, что когда собачка у вас грызет вот такой предмет, то вот этот вот налет, который на зубах, вот вы же чистите по утрам, по вечерам свои зубки. Да, у собаки такой возможности нет. То собачка, когда грызет, то налет на зубах, вот когда она начинает прогрызать вот эти веревочные все вставочки, налет тем самым удаляется. Потом вот нашел я такого интересного кошака. Ну, я даже не знаю, рекомендовать или не рекомендовать. Ну, может быть, на охотничью какую-то поруду и можно порекомендовать. Но, если вы будете играть такой игрушкой, то знаете. Потом не думайте обучать свою собачку бегать за кошками. Апортировочные предметы. То есть, здесь даже вот есть деревянные апортировочные предметы. То есть, палочка специально под пасть сделан здесь выезд. Такой с текстильной вставочкой, опять же. То есть, не надо вам задумываться. Приходите в магазин здесь, берите. Здесь уже готовые все это и есть. О том, что бы я вам еще мог порекомендовать. Вот, увидел вот здесь такую вот отличную штуку. На самом деле, летом, где ее встретишь, называется эта штука пулер. Что можно сделать с этим пулером? Ну, во-первых, он, опять же, сделан из специального сорта такого. Я бы сказал, что это соединение такое между пластиком и резиной. То есть, можно его использовать в качестве апортируемого предмета. Вот, берете, бросаете, собачка вам приносит его. Можно бросать его в воду, он тонуть у вас не будет. Когда будут прокусы, тоже особо не влияет это на этот самый пулер. Потом этот пулер вы можете подвешить, например, его здесь веревочку провязать. Либо на веточку какую-то подвешивать, либо, если у вас в вольере есть специальная какая-то качелька, такое место на эту качельку можете подвешивать. И собака тем самым будет тренировать свои задние лапы. Она будет попрыгивать за этим пулером и висеть на месте. То есть, ему не страшны ни прокусы, ни укусы. И вот именно вот этот пулер, который я сейчас держу в руках, он имеет... Я вам поближе сейчас поднесу, чтобы вы увидели. Вот видите, здесь два таких полоза есть. Два таких полоза. И именно вот этот пулер может быть использовать в игре с двумя собаками. То есть, если у вас две собачки, одна может за один полоз схватиться, вторая за вторую, а вы будете просто крутить вот так вот вот свою собачку. Как я это делал с Акбаром в перетяжке, когда я играл. Ну, отличные вещи, отличные игрушки. Тут ассортимент, я вам скажу, огромный. Поэтому приходите, выбирайте здесь на новогодний подарок своему питомцу. Вы можете подобрать все, что вашей душе угодно. И самое основное, что бы мне хотелось сказать, то, что эти все игрушки, эти все материалы, которые использовались в изготовлении этих игрушек, то есть, я повторюсь, они прошли сертификацию абсолютно безопасной и безвредной для вашего животного. Что бы мне хотелось вам еще сказать, то есть, правильно нужно играть в игры и делать смену игрушек. Запомните, если у вас только формируются еще взаимоотношения между вами, вы устраиваете взаимоотношения в вашей суррогатной стае, то даже игрушки должны принадлежать именно вам. И собака должна знать. Никогда не оставляйте наедине с собачкой игрушки. Видите, производите смену. То есть, поиграла собачка, вы, как владелец этих игрушек, подошли, забрали у нее эти игрушки и выдали ей следующие какие-то игрушки. То есть, этот мячик забрали, принесли, ей дали другой мячик. Вот что я забыл вам сказать. В предыдущей передаче мы с вами говорили еще о таких очень удобных препаратах, как умные спреи, да, то есть, чтобы отучить собаку грызть какие-то вещи. Вот здесь мне сейчас на глаза попалась вот такая вот, такой ежик интересный, да. У него вот здесь есть специальная перфорация. То есть, один из видов отучения собаки, для того, чтобы она не грызла у вас нежелательные предметы, это озадачить собачку чем-то другим. То есть, у психологов это называется несовместимое поведение. В чем выражается это несовместимое поведение? Вот в эту перфорацию вы наталкиваете, например, какую-то подкормку, то есть, лакомство какое-то для вашей собачки. И уходите. Когда вас не будет, собачка будет заинтересована для того, чтобы достать это лакомство. Она будет увлечена этим и тем самым отвлечется от вашей мебели. Поэтому вот соответствующий вид игрушек я тоже рекомендую. Здесь не только ежики есть, еще и мячики такие специальные есть, для того, чтобы туда было закладывать какие-то лакомства. То есть, пока собачка отвлекается для того, чтобы добыть вот это лакомство, ваша мебель будет оставаться в полном порядке. Сейчас мы перейдем с вами к лакомству. Соответственно, к праздничному столу своей собаке, я вот, вот, огромная просьба вам, ребята, не кормите свою собаку с остатками со своего стола. Там, будь это какая-то, я не знаю, там, мясо по-французски или все что угодно. Потому что вы туда набухаете целую гору специй. Потом вы, если хотите, посмотрите, у меня есть отдельная передача про то, варить мясо или не варить. Но не приспособлены в желудок собаки для того, чтобы ей давали какую-то вареную, испорченную, но и по ее вкусу уже, скажем так, продукцию. Поэтому, ну не надо этого. Для того, чтобы разнообразить или сделать подарок такой на новогодний, скажем так, стол своей собачке, вы можете использовать другие предметы абсолютно. То есть, приходите сюда в зоомагазин. Здесь вот широчайший ассортимент различных лакомств, начиная вот от таких костей, огромных таких костей сухожилий. Вот такие вот маленькие. Потом, что я могу еще порекомендовать. Здесь вот такие вот, есть мясные печенюшки. Как большие, так и маленькие. Друзья мои, ну, 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 самое главное, самое главное, свиные ушки, свиные косточки всевозможные, плетеночки сухожилий. То есть, есть вещи для того, чтобы порадовать свое животное. Не надо его кормить всякими салатами и оливье, там, или мясо по-французски, еще раз повторюсь. Но, вот обратите внимание, когда вы будете вот давать вот такие вот большие, крупные, сухожильные кости, пожалуйста, не оставляйте собачку наедине вместе с ними, потому что она может не подрассчитать и проглотить какой-нибудь большой кусок. То есть, следите, пожалуйста, за этим очередем. С вами была образовательная программа от системы магазинов по планету Зоу города Кемерово и канала Я и Мой Хвост, и я автор и ведущий Али. Заслужите доверие, заслужите уважение, для вас все получится. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok